Приветствую вас, дорогие друзья, из студии Славянской Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня города Сакрамент. Это значит, что вновь наступило время, когда мы вместе с вами и с моими братьями откроем Священное Писание для того, чтобы размышлять над посланием апостола Павла в Ефес. Мы уже с вами достаточно много тем изучили, несколько глав прошли по порядку, подробно. Я думаю, что вы видите, насколько это послание пропитано, пронизано Иисусом Христом. Насколько апостол Павел возвышает Христа, возвышает его подвиг и показывает, что без Христа в жизни каждого из нас ничего хорошего произойти не может. Мы от всего сердца благодарим вас за то, что вы находите время, за то, что вы принимаете участие в наших программах, оставляете свои отзывы, делитесь нашими программами. Я прошу вас, чтобы вы продолжали и в дальнейшем распространять это как весть Евангелия. Наш Господь, мы благодарны Тебе за Твою благодать и за Твое Слово. Изучая этот урок, Господь, мы призываем действия Твоего Духа в наших сердцах. Господь, это Твое Слово о мире, о примирении Господь наций, о воссоединении в единстве в Христе и о единстве Церкви Господь. Это очень важная тема сейчас, сегодня. Мы просим, Господь, Ты оживи наши сердца там, где мы остановились и веди нас дальше оттуда, чтобы мы воссоединились, Господь, и были в Тебе едины. Мы просим, Господь, благослови каждого, кто будет слушать этот урок и наше рассуждение сегодня. Мы просим, аминь. Аминь. Братья, мы продолжаем с вами следовать шаг за шагом, текст за текстом. Я хотел бы, чтобы сегодня мы в первую очередь, прежде чем перейдем к вопросам, обсуждениям, прочли вторую главу с 11 по 22 текст. Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершаемым руками, называли необрезанными. Вы были в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не распространялись. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Но сейчас, во Иисусе Христе, вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близко. Он сам примирил нас, иудеев, и вас, язычников, и сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами, и его цель – создать в себе из двух один новый народ, установить мир и обоих в одном теле перемирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду. Он пришел и принес радостную весть о мире вам, бывшем далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему. Поэтому через Него мы все в одном духе получили доступ к Отцу. Поэтому вы уже не чужие и не инородцы. Вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи. Вы воздвигнуты на основании, которым являются апостолы и пророки, а Его краеугольным камнем – Иисус Христос. На Нем крепится все здание, поднимающееся все выше и становящееся святым храмом в Господе. В Нем и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором Бог живет своим духом. Наше сегодняшнее размышление носит такое общее название «Единое искупление, крест и церковь». И в первую очередь я хочу, чтобы мы обратили свое внимание на 11 и 12 текст. И, в общем-то, сравнили их с первым-третьим текстом этой же главы. Мы подробно в прошлый раз разбирали с вами эти тексты. Сегодня лишь хочу, чтобы мы их сравнили с 11 и 12 текстом и посмотрели, насколько эти описания языческого прошлого отличаются. И на чем акцент делает Павел в тех текстах, которые для нас актуальны сегодня – 11 и 12. Ну, интересно, да. В первых текстах он говорит об образе жизни, который вели эти люди до того, как познали Иисуса Христа. А в этом отрывке, вот с 11 и 12 стихи, он просто говорит, что вы были язычники. То есть образ жизни и язычество между ними можно поставить равно. Вот тот образ жизни, который описан в первых стихах. То есть, по сути, когда они принимают Иисуса Христа, не просто меняется их статус, что они теперь уже обрезаны в Иисусе Христе, но меняется их образ жизни. То есть, этим самим мы находим, что когда человек приходит ко Христу, меняется не просто его менталитет, его взгляд на какие-то вещи, философская мысль, меняется образ его жизни. То есть, лично для меня вот, что я нахожу в этом отрывке. Ну, здесь интересно подметить, что в первые стихи, которые Павел приветствует, то он, в принципе, обращается как бы на моральную сторону жизни вообще человека, язычника. А уже в 11 и 12 стихе он более придает этому более религиозный контекст на фоне народа израильского и завета, который Господь когда-то заключил с Авраамом через обрезание. И он там дает им более глубоко понять, что, ну, не только просто так, скажем так, быть хорошим человеком – это хорошо, а все-таки нужно быть присоединенным к народу Божьему через завет, который когда-то Господь был обрезанием. Сейчас это будет водное крещение в Новом Завете. Я, знаете, даже бы сказал, что вот эти стихи 11 и 12, они, наверное, более важны были бы евреям, чем язычникам. Потому что на самом-то деле проблема, скорее всего, была в израильском народе. Это вопрос принятия язычников. Мы знаем, что в храме, например, было четкое разделение на язычников и евреев. И был двор для язычников, и был двор для евреев. И была табличка между, ну, там, у входа в двор для евреев, что если ты не являешься обрезанным, ты не взоветесь с Богом, и ты переступишь порог вот этого, этой двери или этого входа, то чтобы ты знал, ты сам несешь ответственность за те последствия, которые будут. А последствия тебя могли побить камнями за то, что ты нарушил этот принцип. То есть, это заповедь, которая существовала, то есть, закон, который существовал, который разделял очень четко евреев и язычников, или неевреев. И теперь язычникам прийти, ну, то есть, теперь через Христа вы все, вы в семье. О, классно! А евреям, скажите, они теперь в семье, не обрезанные, не принимавшие Пасху, то есть, те, кто не прошли вот этот ги-юр, процесс обращения в иудаизм, это очень и очень непросто. И это очень важная теология здесь представлена апостолом Павлом, что теперь, оказывается, в Иисусе Христе этот вопрос решается совсем по-другому, чем это было раньше. Спасибо. Да-да, интересно, что Василий и Роман раскрыли хорошо эту тему, хотелось бы просто с другой стороны упомянуть. Вот это вот 11 стиха, единство во Христе, и когда вовлекается новая социальная динамика, это иудаизм. Это вполне этого, если отличить от стихов первых, во второй главе, там входится в общем, как человечество было в грехе, все мы одинаково. В этом он добавляет, как Роман и Василий сказал, динамику именно иудаизма, что смотрите, со стороны иудаизма, там, где вам нельзя было, сейчас Бог у вас в эту семью и помещает. И как интересно, Роман тоже заметил, что на самом деле это было большим препятствием непосредственно для евреев, а радость для язычников, что они уже могут называться как евреи. Другими словами, это своего рода же инициация в народ израильский, будучи язычником. Для них это была абсолютно новая концепция. Получается, здесь Павел представляет совершенно другую аллегорию, которую он представлял в начале главы. В начале главы связано, как все мы во Христе нуждаемся в спасении, как мы все были детями, грешниками, а здесь уже со стороны евреев. Хорошо, спасибо большое. Я хочу тоже немножечко от себя добавить, братья. Смотрите, меня на что обращаю внимание. Он говорит, помните, как то было в прошлом, когда вас, язычников по происхождению, иудеи, имевшие плотское, руками совершаемое обрезание, необрезанными называли. Вы знаете, история взаимоотношения Ветхого Завета и Нового Завета, и евреев, и окружающих народов, она не так проста, как нам кажется. То есть сказать все, что во всем виноваты евреи, мне кажется, будет не совсем верно, потому что, во-первых, ряд законов каких-то Господь установил, но Господь не устанавливал их для того, чтобы они отсекли от себя язычников. Все-таки Господь хотел, чтобы народ сохранялся святым, и при этом всячески свидетельствовал окружающим народам. Так вот, ко временам Иисуса Христа уже это четко, вот этот конфликт, он нарисовался, что одни, одних называют необрезанными, а другие, наоборот, другие считают обрезанными. И обрезанными не в позитивном контексте, а как бы так, в оскорбительном, обзывательном. Потому что вы знаете, что это уже эллиническая культура, она уже пришла, она уже кругом. И евреи, чтобы как-то сохранить свою культуру, они стараются отгородиться, закрыться, они не могут участвовать в Олимпийских играх, где бегают вообще-то на гишом. И там сразу ясно, кто обрезан, кто не обрезан. И вот многие историки говорят о том, что вот эта встречная, скажем так, нелюбовь, она уже достаточно сильно развелась, и не только евреи виноваты, но и языческие народы, которые на протяжении даже многих историй Ветхого Завета старались еврейский народ уничтожить, старались его как-то притеснить. И поэтому к этому времени уже четко эта граница сформировалась. Есть пренебрежительные обрезанные, а есть пренебрежительные, с другой стороны, необрезанные. И вот апостол Павел здесь заявляет, мне кажется, что даже он здесь становится в этих текстах на сторону евреев и говорит язычникам. Послушайте, друзья мои, вы в то время были без Христа, то есть вот все, что было до этого, помните, вы были без Христа. Написано, вы были чужими для народа израильского, как Василий подметил, вне Завета с его обещаниями, и самое главное, жили без надежды и без Бога в этом мире. То есть вот это ключевые моменты, которые для Павла важны. Без Христа, чужими для народа израильского, вне Завета и без надежды и без Бога. И в дальнейшем я хочу, чтобы мы с вами подробнее разобрали эти моменты, почему для апостола они важны с точки зрения язычников и с точки зрения иудеев. Я хочу, чтобы мы сейчас обратили с вами внимание на тексты первой главы, седьмой, восьмой текст, если возможно, вторая глава, тринадцатый, четырнадцатый текст и пятая глава, второй и двадцать пятый текст. Давайте прочтем и затем немножечко их поглубже рассмотрим. Кровью которого, или сына, мы обрели в единении с ним свободу и прощение грехов. Так безмерна его доброта, что излил он щедро на нас в совершенстве ума и мудрости. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеки, стали близки кровью Христовую, ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушившись стоящую посреди преграду. Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенные приношения Богу в приятные благоухания. А вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее. Что объединяет все эти тексты и как апостол Павел напоминает нам, что посредством своей смерти Иисус меняет взаимоотношения в жизни людей? Мы видим, что в каждом из этих отрывков речь идет о том, как Бог любит нас, как Бог принимает нас. То есть, что инициатива всегда приходит от него. Он первым делает шаг. Он не смотрит на твое культурный аспект, откуда ты, твой род, твоя национальность. Интересно то, что он даже не смотрит на твое предыдущее религиозное убеждение. Он смотрит на то, готов ли ты принять его как своего Господа и Спасителя. Мне нравится еще то место, где апостол Павел говорит, что Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, он даже не смотрит на то, а достойны ли мы того, чтобы он нас принял. Он сделал шаг первым к человечеству, к каждому человеку. Помните вот этот знаменитый стих Ивана 3,16? Ибо так подлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы каждый, кто поверит. То есть, Бог сделал шаг навстречу ко всему человечеству. И теперь, если ты делаешь этот шаг навстречу к Нему, или ты принимаешь это приглашение прийти к Нему, ты становишься в ряды Его народа. И я повторюсь, и теперь без разницы какой-то национальности, какого-то вероисповедания, Христос сделал все, чтобы каждый мог прийти. И эта преграда, которую разделяло раньше, как читал Вася в этом отрывке, она была убрана смертью Христа. Спасибо. Ну да, особенно касаясь вот этого отрывка 2 главы 13-14 стих, как и в контексте мы видим, что апостол Павел четко и ясно объясняет и говорит, что вы язычники, вы были когда-то далеко. То есть вы там поклонялись Зевсу, другим богам, но через кровь Иисуса Христа вы стали близки к народу Божьему, к обетованию, которое Господь дал Аврааму. И мы видим, что из этих обоих Христос делает что? Одно, да? Разрушив стоящую преграду. Намекает четко и ясно на ту стену, которая была в храме, которая разделяла язычников и израильтян, которые приходили в храм Божий. Спасибо. Да, интересно заметить исторический контекст этого послания на то время. Если читать историю, точнее историков, то с продвижением вот первого века, второй и третий, ну это было в первом веке, накалывались отношения все больше и больше между иудеями, христианами и язычниками. Иудеи отказывались от христиан, потому что раньше христианство считалось сектой иудаизма. А иудеи говорили, это не мы. Христиане говорили, но это мы, но мы иудеи, мы настоящие иудеи. И там язычники еще пришли. И получается, там была на самом деле большая-большая каша и очень много разногласий. И вот эти вот тексты очень демонстрируют единение, которое Христос принес, единство. Получается порядок вот среди всех этих конфликтов, которые все больше и больше росли. И там были войны между этими группами. И она хорошо демонстрирует этот текст, что Бог воссоединяет вот эти разногласия. И что интересно, что... Здесь интересно, в урочнике такой пример приводится, когда мать восстанавливается в отношении с дочерью, примеряется. У меня был лично такой опыт с моим отцом. Мы плохо ладили. И это ссора, ну, конечно, ссора. Недоразумение длилось около десятка лет. И последние полтора года мы решили восстановиться. И я очень-очень хорошо помню этот день, когда в основном инициатива пришла с моей стороны. Я понимал, что мой отец был неправ. Мой отец понимал, что я был тоже неправ. И вот в этом уникальность всего этого. Мы оставляем потенциальные разделения, которые были между нами. И мы решаем, что идет новая сторона, новые отношения. И мы принципиально не вспоминаем ничего, что было, ничего острого, понимая, что я считаю, что мой отец, может быть, не так поступил, он тоже самое. Но в этом не смысл. Мы воссоединены. И я понял, что меня это подняло совершенно на другой уровень и в духовных отношениях с Христом. Я понимаю и роль Христа в воссоединении, разногласии внутри церкви, что это, ну, свобода, о которой говорил. Это на самом деле воссоединение. Спасибо. Итак, друзья мои, я хочу еще раз вспомнить. Вы говорите, что была стена. Пусть у меня слева будут язычники, справа будут иудеи. И вот Христос, как написано в 14 тексте, Он своей жертвой эту стену разрушил. Мне кажется, что когда стена была между этими двумя группами людей, это здесь даже несложно сказать, что национальностями, потому что, в общем-то, и среди язычников было много национальностей. И евреи-иудеи, в общем-то, уже были тоже многонациональны, потому что были египетские евреи, вавилонские евреи. Главное, что они следовали одной религии. В общем-то, когда была стена, она была препятствием язычников прийти к богу евреев, с одной стороны. Потому что они приходили в храм, но они видели там табличку «Не заходи, не проходи, тебя убьют, ты не можешь туда заходить, ты осквернишься у остального». Но, с другой стороны, и евреям она не позволяла и мешала пойти на контакт с этими людьми, чтобы как-то их приобщить ко Христу. И вот, когда Христос ее разрушает, я к чему хочу вас подвести, вот Христос ее разрушил, написано здесь. И Павел так написано, он принес мир, который их объединил. Но, честно мне кажется, друзья мои, давайте-ка мы вспомним историю книги из Деяния Апостолов, историю многих других посланий. Стену разрушить, наверное, было быстро своей жертвой Иисусу Христу. А вот как долго этот мир наступал? Что мы видим происходит даже в ранней христианской церкви между этими двумя группами? Знаете, я уйду еще дальше. В книге Откровения, когда мы читаем о новом небе, новой земле, там есть в 21 главе история о дереве жизни, который 12 раз в году приносит свои плоды, а листья его для исцеления народов. И вы знаете, как ни странно, но я вижу тут тот же смысл. Перевести всех в Царствие Небесное – это одно. Но мы же знаем, что Бог по щелчку пальца не поменяет сознание человека. А согласитесь, что у нас даже среди верующих людей могут быть какие-то разногласия, потому что мы принадлежим к разным государствам, к разным каким-то партиям. Мы любим Бога. Но знаете, это как-то все равно сказывается на нас, вот обстоятельства, в которых мы с вами находимся. И нужно будет время, то есть Бог насильно не поменяет сознание. Бог даст время и вокруг дерева жизни, который будет нас объединять, чтобы мы разобрались в тех вопросах, которые нас мучают, которые нас волнуют. Так и тут, да, как ты сказал, стена разрушилась, то есть в один момент, когда Христос умер на Голгофе. Но нужно было время, и Павел тут выступает невероятным лидером, стараясь объяснить, что на самом деле произошло, и как это теперь Бог объединил и язычников, и евреев через свое страдание. Он это объясняет вот в нескольких посланиях, рассказывая, что к чему. Но на самом деле нужно было время, чтобы люди могли это понять, люди могли это принять. Да, и в нашем обществе, друзья, но согласитесь, если в наше общество приходит какой-то человек, у которого даже не то, что разные взгляды, не такой стиль жизни, как у нас, нам уже будет некомфортно. То есть это надо научиться принимать людей такими, какие они есть, других людей, ну не то, что с другими принципами, но каким-то вот мировоззрением, или как правильно сказать, это процесс. Интересно заметить, что в принципе в Евангелиях или в Новом Завете только Павел говорит по этой теме, потому что больше никто другой не говорит. Я вижу, что Павел как бы, он видел этот идеал, и он хотел подтянуть, он хотел, чтобы это совершилось, вот это соединение. Ну, исторически мы видим, что, к сожалению, это не реализовалось до такой степени, в которой видел. Даже мы говорим о том, что стена-то разрушилась, но в храме она осталась до разрушения храма. И мы видим, что эта стена, она с другой стороны, мы видим, что она очень сильно стояла и долгое время, и возможно, ну как бы Павел хотел, чтобы она была разрушена, но в принципе она не была разрушена. Потому что мы видим и проблемы в будущем с Петром, который оступается тоже на этой почве и так далее и тому поводу. Павел оптимистично смотрит и он хочет, он желает, чтобы это случилось, но, к сожалению, исторически мы можем видеть, что это не произошло на 100%, как даже, наверное, сам Христос хотел бы, чтобы случилось, но этого не произошло. Я подчеркну, это очень интересная мысль, которую Вася высказал. Илья чуть-чуть тоже сказал. Сначала иудеи отказывались от христиан, говорили, что не, нет, мы это не они, а потом мы знаем, что христиане начинают отказываться от иудаизма, и это приводит к тому, что отказываются и от субботы, то есть от тех заповедей, которые являются. То есть христиане выстраивают свою стену. Да, хотелось бы, вот мы рассуждаем о разделениях и о воссоединении в юридическом, как бы в Соединенных Штатах, ну, когда было освобождение афроамериканцев и было очень много движений по восстановлению прав чернокожих или афроамериканцев у нас в стране, и была такая концепция, называется equal but apart, и она переводится как мы все равны, но отдельно. Вот, и под этой базой делились были школы для белых, потом школы было чернокожих, и это демонстрирует один принцип. Закон говорил одно, что мы все равны, но человеческий фактор, вот эта вот предвзятость, эти разные контексты, где люди выросли, они демонстрируют очень сильнейший, сильнейший принцип, что по факту, по закону мы равны, но нам бывает очень-очень тяжело прийти к этому в реальной жизни, сломать самих себя, и это занимает, вот до сих пор, вот смотрите, вот на, ну, конечно, либеральные, более демократические штаты, где там, то, ну, это больше развито, а в странах, где больше консервативных, как бы, то там очень много расистов, которые считают, что, к сожалению, да, к чему это, что нам очень-очень сложно к этому, и хотелось еще добавить, как я считаю себя больше, как американцем, а не русскоязычным, то наблюдая за русскоязычной славянской культурой, то зачастую присучи из-за такого более советского контекста, советский, бывший советский человек отказывается от другого из-за малейшего несоответствия, вот, например, один признает елки, а другой нет, я с тобой не дружу вообще, как бы, на основе самого-самого мелочи, мы должны помнить, что у нас, в нашей национальности есть, ну, есть такая слабость, что мы иногда за самой мелочью, вот, из-за брата, вот строим опять эту же вот, эту стену, так что мы должны понимать, что по Библии, по закону, по практике мы должны все равны, не нужно добавлять проблем, а наоборот, спрашивать себя, может быть, я стою с кирпичом, строю новую стену, которую Христос разрушил. Спасибо вам большое, дорогие друзья, и так мы видим, что апостол Павел, пережив личное обращение, личный опыт с Иисусом Христом, он показывает и призывает, что Господь разрушил эту стену, и как поется в известном христианском гимне, и наша задача сегодня строить не стены, а мосты, мы призваны к тому, чтобы строить мосты между культурами, между цивилизацией, между церквями, и самое главное, между своими единоверцами, независимо от того, какой этнической и национальной группе они принадлежат. Потому что, по сути своей, когда апостол упоминает здесь и язычников, и иудеев, он говорит, что вообще-то обе эти группы не имеют никакого преимущества без Иисуса Христа. Пусть Господь вас благословит, дает вам мудрости, терпения и кротость, чтобы мы с вами могли уже на этой земле отражать тот образ, который Христос желает видеть в каждом из нас. Прочитайте, пожалуйста, еще раз 14 и 15 текст. Когда я смотрю на эти тексты, то, в общем-то, сразу же мой взгляд цепляется за два этих предложений. Что Христос разрушает стену вражды, и сразу же следующий, 15 текст говорит, он упраздняет. То есть, разрушает и упраздняет. В общем-то, очень схожие глаголы. С другой стороны, стена, которую разрушают, а упраздняется закон заповедей или закон предписаний. Ну и я должен обязательно у вас спросить, друзья мои. Вы знаете, сегодня очень многие христиане, читая апостола Павла, в том числе и послание Кефецкой церкви, они говорят, в общем-то, Бог делает правильно. Потому что этой стеной был закон из 10 заповедей, который мешал язычникам прийти и принять настоящего Бога. Насколько мы можем следовать этой логике и о чем на самом деле говорит апостол Павел здесь? Ну, если посмотреть в реальность, то это не было 10 заповедей. Если глубоко посмотреть, мы видим в народе израильском было просто масса предписаний разных, которые запрещало им общаться, приближаться, кушать и так далее и тому подобное. Там целый букет всяких был. Но это ни в коем случае не было и в западе. Это были законы предписаний, которые у них находились. И мы знаем, до какого абсурда даже доходили определенные законы. Поэтому здесь мы видим, что не говорится о законе 10 слов. Здесь говорится закон за поведение учением. То есть это учения, которые были, ну, Талмуды, скажем так, это все, которые были прописаны, да, которые были приписаны за века, скажем так, и они следовали вот этим правилам и повелениям. Спасибо большое. Да, хотелось бы, вот я не успел до Василия сказать некоторые видения, которые бы подвело бы к, ну, к чему сказал Василий, как баптист бывший. Мне особенно близко эта тема. Мне нравится, что ты всегда добавляешь слово «бывший». Бывший. Вот. Потому что для меня меня не убедила вот сама логика, вот что Василий сказал. Это не было убеждающим для меня фактором. Для меня это была, как я называю, богословская невозможность. Например, если так следовать логике, что нет закона или нет больше, мы больше и закон, ну, как протестант обычно веришь, что закона больше нет. И как человек закона, в прямом смысле слова, и в переносном, то я говорю, что хорошо, нет закона. Если нет закона, что нет чего тогда? Нет греха. Если нет греха, то нам не нужен спаситель. А когда нам не нужен спаситель, простите, это ересь. Так что чисто с этой, чисто логической точки зрения, это не может говорить, что нет закона. Значит, говорится, а чего-то, чего-то нету. Но это ни в коем случае не о таком законе, от которого нам нужен Христос. Вот следовательно, вот и как раз, что Василий говорил, и Роман, наверное, добавит, это не говорится о конкретно десяти заповедях ни в коем случае, а более ссылается на те заповеди, как мы называем их, цереномальные, ритуальные заповеди, которые ссылались непосредственно на Христа, которыми он исполнил. Да, я точно хочу добавить. Знаете, тут можно посмотреть на это еще и просто с практической стороны. Ведь в любой церкви, будь то баптистская, пятидесятническая, в любая христианская церковь протестантского толка, давайте так скажем, если человек начинает совершать прелюбодеяние и живет в прелюбодеянии, скорее всего, его отключат от церкви или исключат. На основании чего? На основании заповедей. Не прелюбодействуй. И так могу перечислять все девять заповедей, кроме одной четвертой. А это о чем говорит? Это говорит о том, что на самом деле все христиане признают девять из десяти заповедей. Камнем преткновения тут только становится суббота. С одной стороны. Но я склонен к тому, что если смотреть на контекст вот этого отрывка, где Павел очень часто вспоминает стену, и это не какая-то там эфемерная стена, а это реальная стена, о которой мы говорили, которая разделяла на храмовую площадь, на языческий двор и двор для иудеев, то он говорит о заповеди, которая запрещала язычникам переходить на сторону иудеев. Вот о каком законе идет речь. То есть это была заповедь, это было постановление. Ее не было на страницах Священного Писания, потому что когда мы читаем повеление, например, которое Бог дает Моисею, чтобы построить скинь, где там есть двор для язычников и для евреев. Нету такого. То есть мы понимаем, что это была не заповедь Бога, это было, как вы уже сказали, да, постановление человеческое, какое-то предание, которое появляется позже намного. И вот именно это постановление Христос и разрушает. Здесь один из переводов даже говорит, что это закон предписаний. И я хотел бы еще добавить, что даже здесь не говорится о цереминальных законах. Это были предписания, если кто из вас был в Израиле, он видел, как омываются руки, да, ни в коем случае, чтобы язычник, он не чистый, потому что он не омывается, он может свинину покушать, он кошерной еды. Ты можешь даже все чистое кушать, но это не кошерное все. То есть они даже не могли общаться. И вот этот закон предписаний, мало того, что это была стена в храме, это еще была стена в жизни. И действительно, если вы сегодня посмотрите на ортодоксальных евреев, у них до сих пор эта стена есть. До сих пор эта стена, и их не общество, и другое общество, совсем разные вещи. Спасибо большое. Я хочу еще в подтверждение вашим словам обратиться внимание еще раз к тексту, потому что апостол Павел нам даже дает немножечко подсказочку. Вот в 11 тексте он говорит, иудеи, они имели плотское. Вот он пишет, плотское, руками совершаемое обрезание. Он обращает внимание в других посланиях к апостолу Павлу, мы всегда пишем этот закон плоти, плотской. И он нам дает намек на какие это плотские. Он говорит, вот это касалось обрезаний. И всего того, что являлось стеной и преградой, как вы сказали. Если бы апостол Павел хотел нам сказать о 10 заповедях, он бы изначально начал бы эту дискуссию и ввел бы туда уже понятие 10 заповедей. Дорогие друзья, когда вы читаете Священное Писание, очень важно читать Писание в контексте, будь то или иное послание апостола Павла. Сегодня с высоты нашего христианского опыта, конечно же, нам кажется, что везде, где в Слове Божьем встречается слово «закон», мы автоматически вспоминаем 10 заповедей. Но нужно смотреть в текст. Мы видим, что в своем послании в Эфесской церкви апостол Павел достаточно часто ссылается на 10 заповедей, на то, что они важны, и их принципам следует следовать. В данном отрывочке мы видим, что речь идет совершенно о другой стене, о той стене, которая никакого отношения к 10 заповедям не имела. Поразмышляйте об этом с молитвой, и я уверен, что Дух Святой вам подскажет. Мы продолжаем с вами следовать по второй главе. Пожалуйста, давайте еще раз прочтем 17-18 текст и подумаем, как апостол Павел в этих текстах подводит итог некий, некий саммари тому, что Иисус Христос совершил для каждого из нас. И он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога и тем, кто рядом с Ним. Так что благодаря Ему мы, иудеи-язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Обратите внимание, кому Иисус приносит мир? Кто такие дальние, кто такие близкие? И что мы получаем благодаря тому, что Иисус совершает? Ну, мы видим из контекста, это говорится о язычниках, и о евреях, или иудеях. Потому что дальние это были язычники, в начале главы мы видим. Вы когда-то были далеко, сейчас вы близко. Иудеи, евреи, то есть они были близкие, потому что они исполняли закон, имели священное описание и так далее. Поэтому мы видим, что речь идет о двух сторонах. И мы видим с вами, что эти обе стороны, благодаря Иисусу Христу, написано, и те, и другие, получили доступ к Отцу через Духа Его. Это очень важно. Мне кажется, что этим текстом апостол Павел еще раз напоминает, что как бы мы ни старались обрести спасение, даже в иудаизме, следуя заповедям, следуя предписаниям, находясь и рождаясь в завете, совершая обрезание. Но если мы не понимаем, если мы не приняли Иисуса Христа, то наше спасение становится под большим вопросом. В 18 стих мы должны немного обратить внимание, потому что он довольно-таки интересный. Он говорит, что и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном Духе. Ну, нам надо понять менталитет иудеев. Да никто не имел доступа к Отцу, кроме их. Вы понимаете? Только иудеи, потому что они были семя Авраамов, они были обрезаны. Все остальные это были псы, это были язычники, которые вообще даже близко. И Павел здесь это вообще революционный стих, который настолько ставит близко язычников. Ведь мы должны понять, пока язычник не прошел все вот эти ритуальные процессы, которые занимали года, и он мог переступить вот эту стену, войти в храм, и первое, что делал обычно, это была Пасха, он должен был вкусить Пасху, и только тогда он становился иудеем, то есть принимая эту религию. А здесь Павел не говорит об этом, он говорит, что в одном Духе и те, и другие имеют доступ к Отцу. Это был взрыв мозга у иудеев, когда они, я думал, читали этот стих, потому что в ихнем мировоззрении это вообще отсутствовало понятия. То есть их как будто бы обокрали. Конечно. Кто-то имеет теперь право на то наследство, которое было обещано им. Знаете, интересно то, что здесь нам звучит призыв благовестовать об этом мире, который Христос переносит в жизнь каждого человека. И я думаю, что наше благовестие, это в первую очередь наше само отношение к людям, которые далекие были раньше, а теперь близкие. У нас есть такая тенденция, а ты в каком поколении верующий, да? Кто-то в третьем, кто-то в четвертом, кто-то, ну, я уже там, кто знает, сколько мои деды и прадеды и прапрадеды. И мы тоже порой делим людей, да? Вот это те, кто ближе, а это те, кто дальше. Но я думаю, что сегодняшние наши размышления, они опять-таки наталкивают нас на мысль, чтобы мы не становились на сторону иудеев. И как не раз уже сегодня мы высказывались, не строились стены, да? Не делили людей на клир и лир, на более просвещенных и менее просвещенных, потому что это не имеет значения. Да, интересно, вот тоже вот и урочник упоминал, и эта тема очень близка. Мы должны быть благовестниками мира, мира не только между двумя разными группами, а состояние сердца. Вот стоящий шалом, к которому мы должны все стремиться, особенно в сегодняшней суете. Мы вот несем вот не только отсутствие конфликтов, а на самом деле фундаментальную гармонию в контексте наших отношений с Христом и органичные отношения вот с теми сторонами, которые бы без Христа мы бы не ладили. Это очень важно понимать. Вот рассуждаю, слышал рассуждения этого, эти рассуждения, и вот в урочнике задается очень практически такой вопрос, а что мы можем сделать, чтобы жить и не нести раздор? Это очень серьезный вопрос. И когда я учился, то частью нашего анализа образования нужно было таргетированный анализ противоположной стороны. Другими словами, ты не подготовлен к аргументу, если ты не проанализировал другую сторону. Вот в контексте миротворцев, неся к этому мир, очень практическое предложение. А ты поставь себя на ту сторону и проанализируй, почему он так утверждает, и попытайся его понять. И органично сопоставляя дух и дух мира с любовью мы преподносим, мы несем вот этот мир. Вместо того, чтобы ставить вопрос ребром, возноситься над братом, по голове ему, как бы, библейским аргументом, и вот мы принесли разделение на основе даже священного писания. Как бы, и мы это зачастую видим. Так что для меня, вот в этих текстах я вижу мир как состояние, и не только как отсутствие, а вот органичность. Не то, что заставили вот белокожих и темнокожих в одном классе сидеть, а подружили их. Вот с этого у меня ракурса, вот этот текст очень сильно, говорится, подходит. Хотя с другой стороны, все же мы понимаем, что когда Хрисус говорит «Вы свет миру», значит есть мир, который находится во тьме, есть кто-то, кто имеет свет. И мы не можем, ну то есть я абсолютно с тобой согласен, Илья, я просто хочу так для всех людей, кто слушает нас, и для нас самих тоже обратить на это внимание. Все же все равно есть свет и есть тьма, и мы не должны скрывать этот свет, который у нас есть. Мы не должны скрывать истину, которую мы знаем, только бы лишь мир был между людьми, знаешь, что бы ни было. Ну зачем? Сейчас дискуссия неприятная начнется. Кто-то может обидеться, что я рассказал, что я не так верю, как он верит. Я думаю, что все равно мы призваны нести людям свет, значит открывать эту истину. Но открывать ее, как ты сказал, с любовью подружиться, а не заставить и там угрожать, что вот если не будете это делать, то спасение потеряете или еще что-то. То есть тут уже мы говорим о методе. Истина у нас есть, призвание есть, но нужно очень хорошо думать, какой метод мы используем, чтобы наносить эту весть. Да, именно что я это имел в виду. У меня был такой практический опыт, он не совсем был приятным, когда очень близкий мне человек, когда мы переходили в Детейскую церковь, его аргументация была следующая, что если это приносит разделение, это не может быть от Бога. И для него это было очень больно, потому что был близкий-близкий человек, что это было, вот вопрос ребром поставил, и я говорю ему, послушай, Христос принес разделение между братом и братом, отцом и сыном, дочерью и матерью, как бы вопрос не стоит. И действительно я подчеркивал ему подход. Я понимал, почему тот человек говорил именно так. Я понимал, и с этой стороны была любовь, но мы остались в истине, конечно. И дай нам Бог мудрости, потому что эти вопросы, когда они у нас встречаются, они очень непростые. Бывает, мы взвинчиваемся, у нас кровь кипит, особенно многие из нас более эмоционально, другие более помягче. Так что дай нам Бог не наломать дров и не сделать больше вреда, потому что на самом деле быть миротворцем, это очень сложный труд. И, как говорится, это плод, зрелость христианства, вот это вот самая-самая высота зрелости, вот именно мир. Я думаю, здесь надо подчеркнуть одну вещь, потому что, может, люди немного не понимают. Говоря о идеях язычниках, мы не говорим о язычниках, которые в мире ходят, поклоняются идолами. Нет, Павел вообще-то решает проблему между братьями в церкви. То есть это язычники, которые уже приняли Христа, которые исполняют закон, которые ходят в церковь. Вы понимаете? Это не те язычники, которые там... Живут мирской жизнью. То есть вот это Павел решает, в принципе, внутрицерковные проблемы, которые существуют, потому что одни думают, что выше других, потому что мы, иудеи, они язычники. Вот именно это надо понять, потому что, к сожалению, многие зрители могут подумать, что говорится о язычниках, которые там еще ходят в храмы и кодят другим богам. Но здесь говорится о язычниках, братьях христианской церкви. Это очень важная эмоция. И раз вы уже, братья, постепенно перешли к вопросу о мире, потому что если мы смотрим с вами эту главу, то минимум пять раз апостол говорит о том, что Христос принес этот мир. Я хотел бы, чтобы мы немножко побольше поразмышляли над самим термином «мир», потому что Илья чуть-чуть скользко упомянул об этом, что это не, в общем-то, некий абстрактный мир, а это иудейское понятие о шаломе. Вот что оно себя включает? Мы знаем, что сегодня дипломаты устанавливают мир. Они ищут способы, возможности. У кого-то что-то отрежем, у кого-то кому-то что-то добавим, кого-то рот заткнем, кому-то денег дадим, кому-то еще чего-то. И вроде бы потом мир, мир этот стоит, но Писание говорит, будут говорить мир, мир и безопасность, а сами будут готовиться к войне. Об этом ли мире, пишет апостол Павел, тем более, что Василий нас направил еще раз, что мы говорим в контексте, по сути, взаимодействия внутри общины. Просто одни уже, скажем так, считали себя достойными и первыми, а другие присоединились к этому наследству, которое было не их, и с ними нужно поделиться этим первым. Ну, смотрите, вообще мир мирской, это всегда компромисс. Ну, ты сдай свои позиции, я немного свои, вот мы как-то где-то придем. Это, в принципе, дипломатия сейчас решает война, вот давайте чуть-чуть того, чуть-чуть того и все. Но мир Божий это совсем другое. Мир Божий, основа, это закон и характер Божий. И только вокруг этого все может крутиться. Вот именно мир Божий, это тогда, когда братья и сестры приходят в единение вокруг Слова Божия. Не традиций, не писаний, не каких-то устоев, а именно священного писания. Спасибо. Я бы сказал еще, что слово шалом, оно несет в себе очень сильный оттенок покоя. То есть мир это не просто отсутствие войны, противостояние, а вот внутренний покой. Когда ты можешь не переживать, не волноваться. А вы знаете, мы переживаем и волнуемся из разных причин. Ну то есть мы, он сказал мне извини, я сказал ему извини, вроде помирились, да? Но что там внутри, есть ли там внутри мир и покой, вот это вопрос. И поэтому вот тут, когда мы говорим о мире, то это внутренний комфорт. Когда ты совсем согласен, когда тебя все устраивает. То есть теперь я сижу с моим братом-язычником, я ему мило улыбаюсь, и это искренне. А не просто какая-то натянутая улыбка, но внутри я думаю, да, если бы моя воля, то я бы, конечно, по-другому этот вопрос решил. Нет, вот Христос приносит, когда мы принимаем Христа, когда мы осознаем, что Он, Сын Божий, оставил славу небес, и ради меня, грешника, пришел в этот мир, чтобы меня спасти, и твой вопрос, кто я такой, чтобы я ему диктовал, кого спасать, кого не спасать, кто достойный или кто недостойный. А если Он называет того человека достойным, значит, это мой брат. И вот когда человек это все размышляет над этим, осознает это все, то тогда вот приходит вот та Божья любовь. И тот Божий мир, помните, как Христос говорит, мир вам даю мой не такой, как этот мир дает, да? Вот этот мир, который приходит изнутри, повторюсь, это покой внутренний, удовлетворенность всесторонняя. У меня такое практическое применение, когда две юридических страны судятся, это очень дорого обеим сторонам. И вот как Василий сказал, в нашем мире, когда мы договариваемся или приносим приходи в мир, это когда-то у кого-то кто-то откусил чуть-чуть, все одинаково недовольны, но более-менее они могут, в принципе, на этом и остановиться, чтобы лишних денег не тратить. И самое, что интересно, это мир, но он мирской мир. А вот состояние органичного мира, когда мы на самом деле воссоединяем и греко-язычника с иудеем, в этом мире не будет никакой диссонансы. Другими словами, нет потери с никаких сторон. Получается, это идеальный мир, который приносит целостность обеим сторонам. Противовес, как в мире у нас, всегда кто-то что-то теряет при мире. Христовый мир, Божий мир приносит целостность и абсолют в любом конфликте. Вот об этом мире и говорится, когда мы читаем эти места. То есть, в Христовом мире все что-то приобретают. И вот 19-й текст, он так интересно говорит. Так что не чужие вы уже и не пришлые. Теперь у вас одно гражданство с народом Божьим, и Богу вы стали своими. Вот это для меня очень важно, друзья мои. Независимо от того, кто мы, из язычников или из пятого поколения. Мы, независимо от какой национальности, если мы внутри Церкви Божьей, нам нужно прийти, достать со своих карманов паспорта, гражданство свое сдать, и всем получить одно гражданство. Здесь апостол Павец. У нас одно гражданство с народом Божьим. И самое для меня главное, мы уже Богу становимся своими. А если Роман Богу свой, Илья свой, Василий, я свой, если мы все свои Богу, дорогие друзья, если вы свои Богу, то значит мы должны быть и свои друг другу. Именно об этом говорит апостол Павел. При этом мы не поступаемся принципами, потому что нас объединяет Бог, Его государство, Его царство с Его законами, Его установлениями и с Его милостью. Ищите этого мира, ищите Божьего шалома в ваших сердцах. Особенно сейчас, в это непростое, сложное время. Итак, у нас осталось буквально несколько текстов, которые нужно еще сегодня с вами разобрать. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на 20-22 текст. Очень важно нам понять, апостол Павел в послании к Ефесской церкви часто описывает церковь некими образами. Так вот, что за образ он использует, чтобы показать единство между иудеями и язычниками здесь во второй главе? И чему может нас научить этот образ? Он тут использует очень интересный образ строения. То есть он говорит, что все мы, как кирпичики, составляем одно строение. И в конце концов, этим строением является храм Божий. Основанием этого строения является краеугольный камень, которым есть Иисус Христос. Поэтому тут каждый важен. Тут нет незначущих. И от каждого отдельного кирпичика зависит то, насколько крепким будет все здание. Поэтому он использует вот эту аллегорию, чтобы показать важность каждого человека вот в этом Доме Божьем. Спасибо. Хотел еще заметить, что мы, я и Рома, мы были в тех местах, не знаю, может кто-то еще из вас и нас отвели в такое подземелье, скажем, там, где действительно вот этот храм. И эти глыбы камни, и что интересно, этот гид нам сказал, что вообще-то там не использовалось ни раствора, ничего. Камень ложился на камень. Но ты кредитную карточку не сможешь просунуть, потому что так плотно. И вот то, что Рома сказал, говорится о том, что каждый из нас настолько должен быть притертый друг к другу, что ничто нас не сможет разбить. Никакие проблемы, никакие переживания, никакие, скажем, там, склоки или что-то еще. Вот брат и сестра, два брата, две сестры, они настолько плотно. И это создает вот этот храм Божий или, скажем, церковь Господнюю, которая, она устоит в последнее время. Первое Петра в 2.4 говорится о живых камнях. И это добавляет другую динамику, как бы мы строим этот храм, но мы живые камни. И хотелось бы добавить от себя, вот изучая и работая с людьми, конечно, ты понимаешь, насколько важен человеческий фактор. И мне кажется, вот в контексте, вот как язычники и иудеи, как христиане и все национальности, мы один большой храм, но мы живые камни, мы люди. И строя этот храм, мы просто должны понимать во всем этом сильнейший фактор, как человеческий фактор, который зачастую становится ключевым для многих и причиной потери мира, разрушения определенных частей зданий, если так можно продолжить, как бы такое сравнение. Так что я в этом вижу, как бы, вот это вот сравнение, вот как живые камни, не только как строение, которое непосредственно, что это живое все. Спасибо, но мы видим эту мысль здесь во второй главе. Вы понимаете, что апостол делает? У нас есть иудеи, для которых они носились с этой идеей, храм Господен, храм Господен. У нас есть язычники, и они живут в Эфесе, у которых тоже есть храм. И жители этого города, мы читали в Деянии Апостола, они носились с этой идеей. Здесь храм Артемиды, здесь храм, да, и он обеспечивает все. А Иисус говорит, подождите, у вас есть у каждого свой храм. Представить себе, что иудеи откажутся от своего храма, это вообще нонсенс. Но Иисус говорит здесь, через апостола, он говорит, но смотрите, в основании вот этого храма лежит Христос. Вот мы сейчас строим новый храм, в основании лежит Христос. Пророк скажет, что он был камнем, который отвергнут строителей при строительстве того храма иудейского. А сейчас Господь заложил новый храм. И Василий очень интересно подметить вот эту вещь с карточкой. Смотрите, как здесь написано. На нем стройно и прочно связываются в одно целое все части того здания, что ввысь растет и становится в Господе святым храмом. То бишь между мной и Василием, между нами, братьями и сестрами в церкви, не нужно никакого связующего материала, кроме Иисуса Христа. И тогда он из нас построит новый храм. Все мечтают о восстановлении третьего храма, а Господь говорит, я уже строю его. Это моя церковь. Вот это язычник, иудей, язычник, адвентист в пятом поколении, новопришедший из баптистов, из пятиятников, из католиков, из методистов. И Господь воздвигает этот храм, друзья мои. Но если между мной и Василием или между мной и Ильей будет не Христос, а мои национальные убеждения какие-то, какие-то языковые разногласия, может быть, в виде образования, в виде каких-то культурных моментов, традиций, то этот храм, согласно апостолу Павлу, он не построится, он не будет расти. И мы обращаемся к вам сегодня, дорогие друзья. Только на Христе можно построить настоящий храм. Храм, о котором говорится здесь, что он будет живой. Он будет из живых камней. И он назван святым храмом Господа. Я приглашаю вас, друзья, чтобы вы вместе со своими общинами, со своими служителями, стремились сегодня строить такие храмы. И пусть между вами не будет никаких связующих материалов, кроме Иисуса Христа. Давайте мы помолимся. Отец наш, дорогой Господь наш, любящий и праведный, мы безмерно тебе благодарны. Мы, находящиеся здесь в студии, потому что однажды, Господи, ты позвал нас. Ты нашел нас, когда мы были еще во грехах. Ты омыл нас, очистил, Господи. Ты позволил нам стать наследниками того обетования, того наследства, которое предназначалось для других. Мы, Господи, безмерно благодарны тебе за то, что сегодня мы имеем твое гражданство. Имеем преимущество принадлежать к твоей церкви, церкви Азвентистов 7 дня. К церкви, Господи, которая стремится выстраивать свои взаимоотношения на основании слова твоего, заповедей твоих, благодати твоей и милости. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты помогаешь нам выстраивать взаимоотношения благодаря тебе и твоей крови. Благослови наш храм, нашу славянскую церковь, те церкви, в которые приходят наши братья и сестры, которые будут смотреть нашу передачу. Господи, чтобы наши живые храмы возрастали. И чтобы никто не мог их разрушить или вбить клин во взаимоотношения. Тебе за все хвала и честь и слава. И пусть твой мир наполнит наши сердца. Аминь. Аминь.